Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока – имя числительное. Слова со значением числа играют огромную роль в жизни человека. Числами измеряются расстояние, время, масса, стоимость предметов. Быстро предметы оно сосчитает, строгий порядок при счёте их знает. На два вопроса ответит вам только – это вопросы «который» и «сколько». Конечно же, это имя числительное. Имя числительное – это часть речи, которая обозначает отвлечённое число, количество предметов, их порядок при счёте. Ребята, но не все слова с числовым значением будут числительными. Обратите внимание на слова, которые даны вам с левой стороны и с правой стороны. Слова с левой стороны написаны только словами. Слова с правой стороны написаны как цифрами, так и словами. Значит, чем отличается числительное от слов с числовым значением? Числительные можно записать как цифрами, так и словами, а слова с числовым значением – только словами. Посмотрим на эти слова. Слова «двойка», «сотня», «тройня» отвечают на вопрос «что» и являются существительными. «Я получила сегодня двойку». Я получила сегодня что? Двойку – это у нас существительное. Двойной, тройной, прилагательное. Приготовьте мне тройной коктейль. Коктейль какой? Тройной. Удвоить, утроить – глагол. Мы увеличили свои результаты. Мы удвоили свои результаты. То есть, видите, здесь мы употребляем глагол. Дважды втрое – это наречие. Слова с правой стороны, видите, пять, пятый, шестьдесят восемь, триста сорок три. Их можно записать как цифрами, так и словами. Отвечают они на вопрос «сколько» и «какой». По составу числительные делятся на простые, сложные и составные. Если числительное состоит из одного слова и одного корня, такие числительные называются простыми. Пять. Если числительное состоит из одного слова и двух корней, такие числительные называются сложными. 50 здесь у нас два корня 5 и 10. Составные состоят из двух или более слов 55 или 550. Например, здесь у вас 550 два слова. И обратите внимание, в слове, в этом числительном 550, 4 корня. Пятьсот пятьдесят. По значению и грамматическим признакам числительные делятся на две группы. Количественные и порядковые. Количественные и числительные обозначают число, количество предметов и отвечают на вопрос «Сколько?». Семь двадцать. Порядковые и числительные обозначают порядок при счёте и отвечают на вопрос «Какой?», «Который?». Например, четвёртый, сотый. Ребята, порядковые и числительные в основном в предложениях будут определениями. Количественные и числительные делятся на три разряда. Целые, дробные, собирательные. Целые и числительные – это обычные цифры, которые мы употребляем при счёте. Пять, десять, сорок, сто. Дробные – одна вторая, три четвёртых, пять шестых, семь восьмых. Дробные и числительные состоят из знаменателя и числителя. Посмотрите, обратите внимание, числитель изменяется, как обычное целое число, знаменатель – как прилагательное. Собирательные и числительные – это числительные, которые обозначают совокупность нескольких предметов. Это двое, семеро. Собирательные и числительные бывают только от двое до десятеро. Также к собирательным числителям относятся оба и обе. Числительные и собирательные от двое до десятеро не употребляются существительными женского и среднего рода. Нельзя говорить «двое подруг». Правильно сказать «две подруги», но можно сказать «двое друзей». Порядковые и числительные изменяются, как прилагательные, по родам, числам и падежам. Первый, первая, первое, первые. Числительные, ребята, могут быть любым членом предложения. Три – нечётное число. В этом предложении три отвечает на вопрос «что?» и будет подлежащим. Дважды два – четыре. В этом предложении дважды два будет четыре. Четыре – это сказуемое. Первый отряд ушёл в поход утром. Первый здесь у нас будет порядковое числительное. Будет отвечать на вопрос «какой?» и будет определением. Концерт начался вечером в семь часов. Концерт начался когда? В семь часов. Числительное будет обстоятельством. Мы увидели троих медвежат. Мы увидели кого? Троих медвежат. Здесь числительное будет дополнение. В сказках Пушкина очень часто мы можем повстречать числительные. Вот здесь даны несколько числительных из разных сказок Пушкина. Девять месяцев проходит. С поля глаз она не сводит. С первого шелка прыгнул поп до потолка. Со второго шелка, а с третьего шелка вышибло ум у старика. И тридцать витязей прекрасно к чередой из вод выходят ясно. Три девицы под окном пряли поздно вечерком. Конечно же, обратите внимание, здесь начислительные даются и порядковые, и количественные. С первого, со второго, с третьего. Это они у вас будут порядковыми. Девять, тридцать, три. Эти числительные у вас будут количественными. Давайте закрепим всё, что мы с вами прошли на этом уроке. В первом задании вы должны найти лишние слова. Три, третий, тройной, трое. Здесь у нас лишнее будет тройной. Тройной отвечает на вопрос «какой?», но это будет не порядковое числительное, а будет прилагательное. Два, второй, удвоить, двое. Здесь лишнее слово, ребята, у нас будет удвоить. Удвоить отвечает на вопрос «что сделать?», и это будет глагол. То есть, если мы посмотрим на первое задание. Три, третий, трое, два, второй, двое. Можно записать как цифрами, так и словами, поэтому это числительные. Тройной удвоить мы можем записать только словами, поэтому они не будут числительными. Во втором задании нам нужно указать состав числительных. Одиннадцать, семьдесят, сорок три. В числительном одиннадцать у нас один корень, и поэтому это числительное простое. В числительном семьдесят одно слово и два корня, поэтому оно будет сложным. Сорок три – здесь два слова, и оно будет составным. В третьем задании нам нужно указать разряды числительных. В первом предложении двое пассажиров опоздали на первый поезд. В этом предложении у нас два числительных. Двое – это будет у нас количественное числительное, собирательное. Первый у нас будет порядковое числительное. Одна вторая класса была не готова к уроку. Во втором предложении у нас количественное, дробное числительное, одна вторая. Спасибо, ребята, за внимание. Наш урок окончен. Спасибо.